Дебаты и встречи с избирателями в эти дни в школах проходила настоящая агитационная кампания. Кандидаты доказывали, почему именно они заслуживают звание президента школы. Демонстрировали свои ораторские и управленческие способности. В казачьей школе номер 10 выборы начались с молебна и кубанского гимна. Еще одна казачья традиция перед самой процедурой выборов проверять у кандидатов наличие нательного креста. Атаман не может быть неверующим человеком. В итоге к выборам были допущены три кандидата. Голосование проходило в открытой форме. Свои мандаты школьники опускали в кубанке кандидатов. Я голосовал за второго кандидата. Мне показалось, что он был очень уверен в своей речи. Он ее произнес с таким огнем, с таким пламенем в сердце. И я прям поверил. Я хочу, чтобы было больше всякой деятельности, которая была бы направлена к младшей школе, к средней школе. Вот больше к ним. Все-таки именно в этом возрасте развивается именно дух казачий. Антону Мищенко поверили и остальные три сотни школьников. С результатом в 314 голосов восьмиклассник стал атаманом казачьей школы номер 10. Антона окропили святой водой, вручили булаву, символ атаманской власти, и новые нашивки. Сегодня же нашивки поменяешь? Да, наверное. Завтра сразу на новых расшивках прийти, чтобы показать, что я атаманом стал. Это ответственность перед школой, перед классами. Моя цель – это были спортивные мероприятия по типу ГТО с элементами стрельбы. Также я хочу организовать экскурсии по краю, по городу Сочи, чтобы дети знали лучше свой город, историю. Он очень толково сделал свою предвыборную кампанию. Меня как директора это радует, потому что он четко с приоритетом. Я благодаря их кампании посмотрел, где мои слабые стороны, что нам делать, в каком русле дальше идти. Дети тоже нам свои болевые точки обозначили. Я думаю, есть над чем работать еще, мне как директору. Но атаман будет помогать. За ходом выборов атамана 10-й школы сегодня наблюдала и председатель избирательной комиссии города Сочи. Выборы прошли достаточно динамично, уложились в короткое время, все четко. Мы уверены, что вот такие мероприятия помогут школьникам и будущим молодым избирателям активно участвовать в жизни страны путем участия в выборах. В выборах не только местных органов власти, но и краевой власти, а также федеральной. Сегодня же в 10-й школе зафиксировали новый рекорд. Нынешние выборы школьного атамана стали самыми массовыми в истории подобных выборов. Свои голоса пришли отдать 884 школьника. Рекорд будет занесен в Реестр рекордов России. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.